Республика Горанхазар дар раха сармагонткост режима. Солгоймакт консультации дохтар танкалцау солгоймактима кусин с дистанционно. Умадарцевай. Цэмайбирадам кэмисо хамраттам массауэй эмасахи коронавирусай бахизой. Конечно, меры предприняты, потому что мы работаем в режиме карантина, в режиме повышенной боевой готовности, потому что женская консультация практически перешла на онлайн-консультации беременных. То есть мы максимально ограничиваем приход беременных в медицинское учреждение. То есть по возможности все беременные консультируются со своими врачами по телефону. Конечно, на сдачу очередных анализов они приходят, но уже результаты анализов и дальнейшее лечение по анализам врачи им уже говорят по телефону. Конечно, мы стараемся даже те беременные редки, которые все-таки приходят, обязательно у них масочный режим, у нас есть санитайзер, обязательно при заходе в женскую консультацию, пока говорю про амбулаторную службу. И естественно, обязательно они расредотачиваются пациенты, если сидят они в кабинете врача. У нас есть вот этот изолятор, куда естественно и мы врачи, и весь персонал будут заходить полностью экипированные и таким образом с ней общаться, пока мы полностью не узнаем, есть этот диагноз у нее или нет. А если она здоровая, нормально, то естественно, роды и вся экстренная помощь, она оказывается в обычном режиме. Доказательства того, что COVID-19 передается от матери к ребенку нет. То есть, как правило, это называется вертикальный путь передач, пока он нигде не зафиксирован. То есть, мать не передает ребенку COVID-19, если она сама больная. Но если вдруг у матери подтвердился COVID-19, у нее подтвердился, она родила наборожского младенца, мать находится в маске с ребенком и кормит его грудью. То есть, там нет изоляции ребенка, то есть, не изолируют ребенка от матери. Горанхазар Ивтонгу Анаманка Ахустай, сакуасты не цисалых дуртайс. Именно для лечения все, что надо пациентам, наши препараты, да, они есть. Но у нас, конечно, бывают такие моменты, что, допустим, беременность и тяжелая другая патология. Там может быть головная патология, неврологическая, может быть сердечная патология, может быть почечная патология. То есть, есть какие-то специфические препараты, которые не предусмотрены, чтобы они находились именно в родильном доме. То есть, в перечне лекарств, которые мы заказываем, мы эти препараты не вписываем, потому что мы все-таки вписываем именно наши профильные препараты. И когда, конечно, допустим, беременная, плюс еще у нее своя экстрагенитальная патология, она свои препараты, конечно, принесет сама. Наридаган, доктор Тайсалдар Фаранчин, Горанхазары Кусар, мастер, арт-докторин, ума гаскаса кустфазиндар, фэла ио-даймогдары наху старт на бозы. Очень много персонала, который у нас у семей заболел врачей, поэтому практически сейчас у нас работают три врача, что, конечно, очень мало на весь родильный дом. Поэтому нагрузка на врачей и на персонал очень большая. Сейчас в отделении патологии лежит 10 беременных, в послеродовом отделении у нас 6 человек, то есть 6 родильниц. Но мы стараемся, да, кстати, такой момент, мы стараемся по возможности быстрее выписывать. То есть если мы видим уже положительную динамику и мы видим, что практически какую-то часть лечения она может произвести дома амбулаторно, то мы, ну, как бы основной момент мы проводим лечение, когда мы уже видим, что все-все уже практически все хорошо, то мы ее можем и она уже не нуждается. То есть она это может докончить в домашних условиях, то мы стараемся все-таки выписать, чтобы все-таки в медицинском учреждении не было скученности и чтобы не было, ну, большого количества все-таки пациентов. Среди нашей недели, мы относимся к этому очень часто, чтобы обучиться, что мы видим, что мы уже не помогаем, потому что в Devils Российской обучили Минекологии, что она говорит о том, что мы не будем лечение, что мы делаем в наших родильниц в «Среди», Среди 95, 3 тысячи, в последних рублей, у нас есть есть нормальный, что мы делаем на данном учреждении, поэтому мы не советуем. Потому что все-таки девушка должна гулять, должна держать свежим воздухом, ребенок должна получать кислород, конечно, ей надо гулять, Пусть она выходит, гуляет где-нибудь в парке, дышит воздухом, соблюдает 2 метра дистанции со всеми, но хотя бы 15-20 минут прогулки и свежего воздуха ей очень необходимо.